И в начале выпуска о самой обсуждаемой новости последних суток. Специалисты заявили об эпидемии ВИЧ в России. Одним из лидеров по распространению и количеству инфицированных назвали соседний Екатеринбург. Там ВИЧ положителен каждый 50-й житель города. Челябинск тоже в красной зоне. Репортаж Егора Хвисюка. Мы уже давно вышли в городе Екатеринбург в генерализованную стадию эпидемии ВИЧ-инфекции. В этой стадии считается, когда территория прожена свыше 1% населения. Эти кадры и это заявление обсуждают уже сутки. Не только жители Урала, но и всей России. На всю страну Татьяна Савинова заявила в Екатеринбурге эпидемия ВИЧ. Инфицирован каждый 50-й житель Свердловской области. А значит, этот регион один из первых в стране по уровню заболеваемости. Причем заражаются не только наркозависимые любители беспорядочных связей. В группе риска все жители. Среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных преобладает возрастная группа 30-49 лет. Притом в этой возрастной группе больше всего 40-49 лет. То есть это социально благополучные люди. Люди, которые сегодня имеют семьи, имеют детей. Количество инфицированных, уточняют специалисты, растет из года в год. Еще в конце 90-х ситуация с ВИЧ на Урале была относительно благополучна. До критических отметок уровень заражения вырос буквально за 20 лет. На графике видно, в 1994 году большинство регионов окрашены в бледно-желтые и белые цвета. Это значит, уровень заражения низкий. Не превышает сотой доли процента. Но ситуация меняется очень быстро. И в 2002 году Свердловская область становится насыщенно желтой. А в 2007 попадает в красную зону. Уровень заражения достигает критической цифры – более 1%. Видны и то, как в следующие годы краснеют и соседние регионы. В итоге, к 2014 году уровень заражения Свердловской области достигает 1,7%. В Челябинской – более 1%. В Виолетте диагноз ВИЧ врачи поставили 16 лет назад. О болезни за эти годы рассказала всем своим знакомым. Но лицо все равно просит закрыть. ВИЧ молодая женщина сравнивает с сахарным диабетом. Жить с ним можно. Главное – остановить распространение. Теперь привыкнуть к новому статусу помогает и другим ВИЧ-инфицированным. Ситуация год назад была сложная. И на сегодняшний день она очень сложная. Поэтому, каким словом это называть, я не могу сказать. Хорошо, что решили что-то с этим делать. О проблеме нужно говорить, уверена Виолетта. И с ней согласны многие специалисты. Статус эпидемии, уверяют они, поможет Екатеринбургу получить дополнительные деньги на профилактику. И на пропаганду здорового образа жизни. Врачи Екатеринбурга, правда, избегают разговоров об эпидемии. Говорят, что это скорее красивая метафора. Но подтверждают, проблема стоит очень остро. Челябинская область тоже в красной зоне. В день ВИЧ-инфекции в нашем регионе заражаются 11 человек. Поэтому о проблеме говорят вслух. Бесплатно и анонимно сдать экспресс-тест и через 20 минут узнать свой диагноз можно в торговых комплексах во время массовых акций. Егор Хвисюк, Айдар Насыров, ОТВ.